На очередном заседании члены оперативного штаба по коронавирусу обсудили текущую ситуацию в районе и ход реализации мероприятий по борьбе с пандемией. В работе заседания приняли участие заместители главы района, руководители структурных подразделений, главы сельских поселений. Были приглашены представители духовенства района. Особую тревогу вызывает то, что количество заболевших в последние недели серьезно растет. 152 больных ковидом и 232 контактных лица. Такова эпидемиологическая картина в районе на сегодня. За прошедшие сутки новая коронавирусная инфекция на территории района заболела 2 человека. В настоящее время на лечении находится 152 человека. Из них ампулаторное лечение проходит 112 человек и стационарное лечение 47 человек. Убедительная просьба главам сельских поселений совместно с Роспотребнадзором организовать контроль за соблюдением самоизоляции лиц, как болеющих коронавирусной инфекцией, так и лиц, которые имеют контакт с зараженными. Я думаю, что главам сельских поселений необходимо вернуться к практике организации волонтерского движения по обеспечению указанной категории лиц. Предметами первой помощи, продуктами питания, лекарствами и так далее. Рассмотреть вопрос о возможности предоставления транспорта для дежурства в лечебных учреждениях, как мы делали это ранее весной в этом году. Из общего количества болеющих 152 человека старше 60 лет 44 человека. Крудоспособного возраста 85 человек, из них 69 находятся на ампулаторном лечении, 16 на стационарном. Было отмечено, что за последнее время увеличилась заболеваемость среди детей, граждан возрастной категории 35-50 лет. Ситуация сейчас более жесткая, чем год назад. Все усилия надо направить на соблюдение ранее принятых решений и мер, начиная от возобновления работы волонтерских групп во всех сельских поселениях, работы межведомственных комиссий, которые будут следить за соблюдением стандартов Роспотребнадзора, заканчивая полным запретом на проведение любых торжеств, подчеркнул Заур Хамерсов. По возрасту заболевших, если в прошлом году, первая половина этого года, большая часть заболевших и болеющих в тяжелой форме, это было 65+, сейчас ситуация кардинально изменилась. Сейчас это средний возраст, это 35-50 лет. Дальше, если в прошлом году практически заболевших подростков детей не было, или они болели в очень легкой форме, уже появились случаи, когда дети попадают в больницу. Глава района в очередной раз обратился к представителям духовенства с просьбой оказать содействие в проведении разъяснительной работы с жителями в плане похоронных обрядов. Я хотел бы еще раз поблагодарить за те усилия, которые, серьезную помощь, которую они нам оказали и в прошлом году, но, к сожалению, пандемия не закончилась, поэтому мы вынуждены к вам снова обратиться. Без вашей помощи у вас ничего не получится. Что касается образовательного процесса, было отмечено, что на уровне республики принято решение об установлении единых осенних каникул с 25 октября по 7 ноября текущего года. На сегодня на дистанционном обучении находится уже в пяти школах района. По итогам заседания Заур Хамирзов дал ряд поручений ответственным лицам по активизации профилактических мероприятий, особенно по вакцинации.